Всем здарова, дорогие друзья, с вами, как всегда, Ник, мы продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в день R. Собственно, да, я отключил интернет, но у меня есть, по-моему, задание какое-то, если я не ошибаюсь. Выполнены радиоперевоз с немецким, защита, волчата... Ага, то есть они теперь сделали... А нет, вот смотрите. Не, подождите, тоже не то. Они теперь немножко по-другому сделали задание, то есть ты не можешь выполнять задание, если у тебя нет онлайн, то есть за которое даются различные вознаграждения, типа там, я не знаю, скрафтить что-то, найти или типа того. Видимо, сейчас эти задания просто не отображаются. Раньше они отображались даже в оффлайн-режиме, то есть если ты взял в онлайн-режиме задание, затем перешел в оффлайн, ты мог выполнить это задание, теперь так, короче, нельзя. Ну, на самом деле, как-то не очень. Так, собственно, какой у нас был план? Я хотел штурмануть базу бандитов с РПГшкой. Я ее даже уже взял, все подготовил. В принципе, у меня все есть. Волчонок мой, как я понимаю... Да, ранен полностью сыт, но с этим как бы все в порядке, и мы можем попробовать сейчас штурмануть базу бандитов с РПГ, чтобы добыть, так сказать, бензин. У нас как раз раннее утро, и где-то здесь, по-моему, да, вот у нас здесь была база бандитов на военных складах, и, в принципе, можно вот прямо военные склады попробовать штурмануть. Вряд ли у нас что-то выйдет из этого, но попытаться хотелось бы. Средние? А что такие слабые? Ну, ладно, типа, раз слабые, так слабые. Я вот думаю, тогда, раз они слабые, может быть, мне и не брать что-то там, типа... Блин, я оружие забыл взять. Я забыл взять... А, нет, я не забыл. У меня есть пистолет, снайперка и калаш. Давайте тогда возьмем еще РПГ и начнем наше противостояние. Так, у нас... У них там нету, в принципе, этого. Блин, мины бы здесь поставить. Вот сейчас было бы неплохо пойти, допустим, сюда, здесь мину поставить, но и в игре, по-моему, мин нету. Но, в целом, блин, идея классная. Я еще хотел кое-что проверить. Если я попробую шмальнуть отсюда из РПГ. Да, смотрите-ка, я могу спокойно это сделать. Давайте тогда просто подождем, пусть они там выползают из своих норок. Конец хода. У нас здесь отличная позиция, просто будем их дожидаться. Так, хорошо. Еще один ход пропустим, как минимум. Так, хорошо, что я тут сейчас вышел. Да, естественно, он промазал, тут два препятствия. И, как я понимаю, я могу вот отсюда пульнуть сейчас РПГшкой. Блин, а мне немножко не хватает радиуса. Может быть, мне тогда отступить за какое-нибудь другое дерево? Хотя у меня нормальная позиция. Но я думаю, я за два дерева еще отступлю. Они фиг в меня попадут с такого расстояния. Зато они сейчас все... Ой, тут мина, оказывается, была. Неприятный чувак. Может быть, мне тогда просто и скалаша по нему пострелять? Ай, скалаш не достает. Отлично. Ну как отлично? Нифига не отлично. Блин, они не хотят вставать все вместе. То есть, они постоянно ходят, а я не знаю, там... О, попал первый чувак. Блин, ну... Вот проблема в том, что мне придется сейчас так жакать из РПГ, потому что... О, стены ломаются! Да ладно. Так, и этого чувака из автомата постараемся добить. В принципе, конец хода. Так, этот чувак пытается в меня попасть, но у него что-то не очень выходит. У нас есть пара выстрелов. Можно, в принципе, переместиться сейчас в упор и застрелить его в упор. Ну нет, мне не хватит урона, чтобы в упор его застрелить. Из РПГ шмалять, чисто тратить снаряд РПГ на него как-то тоже не особо охота. Мне снайперки здесь не хватает, зря я взял револьвер, хотя... Я могу попытаться револьвером его застрелить сейчас. Так, окей. Не получилось два раза попасть, остальное, в принципе, очень мало урона нанесло. Он опять промазал. Замечательно. А вот у нас стопроцентный шанс попадания сейчас с вами. И я могу, по сути... А нет, это поваленное дерево, за ним уже не спрячешься особо. Ай, как больно, зараза, всё-таки. Так. Ну если мне очень повезёт сейчас с уроном, я его ваншотну. То есть сначала из калаша... Блин, уже... Нужно максимальный урон, чтобы вышел. Ну, конечно, максимальный урон не выйдет. Да ты задрал уже. Давай, иди сюда. Так, и... Давай, домой. Удачи. В принципе, изи-бризи. И, конечно же, здесь нету долбанного этого... Эээ... Как его? Бензина. Почему? Да, фиг его знает. Просто нету, и всё. Отстой. По сути, сражался ради чего, непонятно. То есть ради какого-то мусора. Тут даже, блин, лута нормального вообще нету. Какая-то вообще фигня лежит. Так, ну это можно разобрать. Я говорю, разобрать, а не взять, чувак. Компоненты, выживание. Куда он скинул вообще этот противогаз? Все. Или я всё-таки его разобрал? Афиг его знает. Вроде бы его нигде на локации не валяется. Есть ППШ. В принципе, мне этот ППШ не очень нужен. Хотя у него дальность действия выше и урон неплохой. Он чисто как замена калашу неплохо пойдёт. О, кстати, нифига себе. А, запчасти пистолета. Ну тогда не так круто. Я могу, конечно, здесь немножечко залутать с них лута. Но, блин, чего-то вот действительно полезного, необходимого у них вообще нету. Надо, наверное, попытаться ещё одних бандитов штурмануть. Удивительно, что у них не было здесь никаких этих бензина. Возможно, стоит штурмовать парковку или что-то в этом духе. То есть, какие-нибудь там гаражи. То есть, вот сюда. Давайте попробуем здесь ещё разобраться с ними. Три бандита, как обычно. Калаш, РПГ и, собственно, пистолет. Вау, неплохая позиция, так скажу вам. Очень неплохая. Давайте мы с вами просто пропустим первый ход. Ой, как сейчас можно жахнуть-то из РПГ. Зацените, какая удобная ситуация. Я могу, по сути, сейчас жахнуть из РПГ, если выйду на достаточно открытую позицию. Давайте я выбегу прям вообще. Хотя я могу вот сюда встать. А сколько радиус действия РПГ? Блин, я не могу даже посмотреть. Но на три она бьёт, это точно. Но вот наискосок на три. Да, должна, в принципе, попасть. То есть, если я вот сюда сейчас спрячусь, я смогу, по сути, шмальнуть из РПГ вот сюда. И это будет очень много урона. Так. Сейчас ещё бочка взорвётся. Ещё их задамажит. Тут всё нафиг начнёт разрываться. И мы можем добить, наверное, чела из Калаша. Давайте так и сделаем. Изейша. Просто изейша. РПГ тащит. И да, здесь есть бензыч. Замечательно, мы нашли то, что искали. Ну, хоть сколько-то. Я не знаю, вряд ли, конечно, там особо много. Хотя, смотрите, какое-то из заданий вроде выполнилось, да? Или это волчонок пришёл с охоты. А, ну да, это волчонок с охоты вернулся. Туша радиоактивной крысы. Чё-то мне не особо это интересует, на самом деле. Так, забираем, короче, что есть. Это мы разберём, конечно же. Заберём ножовку, кабели, вот эту шнягу. Надо ещё обыскать обязательно трупаков. Так, это мы разберём. Да, видимо, я просто очень быстро разобрал в прошлый раз шлем. Он, видимо, теперь быстро разбирается, мне так кажется. Так, надо забрать здесь всякий лутецкий. Место благо у нас имеется. ТТшник есть. У меня тоже вроде бы на базе есть ТТшник. Но я не помню точно. Давайте возьмём пока их с собой. ППШ. Нужен ли мне ППШ и вообще патроны для пистолета? Я думаю, не особо. А это на чё разбирается? А, этот дробовик, он даже не разбирается. Я, кстати, нашёл такой же дробовик, который есть у меня, где-то там валяется. Так, свечи, я не знаю. Нужны ли мне вот патроны разве что стоит взять? Ну, немножко бензина есть, но этого явно недостаточно. Можно ещё пробовать вот эту площадь штурмануть. Может быть, тут чё-то ещё есть. Давайте попробуем. Почему бы нет? Но здесь всё немного не так. Я думал, то есть, как бы здесь гаражи, да? И здесь я нашёл и тачку, и так. А вот, допустим, в оружейке там не было оружия. То есть, было только оружие бандитов, но вот там сломанного автомата какого-нибудь Калашникова не было там. То есть, здесь ещё может тоже быть бензин, поэтому давайте попытаемся ещё здесь штурмануть, наверное. О, здесь жёсткий чел с вот этой вот... Блин, может быть, мне снайперку взять вместо пистолета? Я вот думаю. Хотя пистолет бьёт, по сути, на 4. Снайперка на 8. Но снайперка она дамажит хотя бы. Да, мне кажется, снайперка мощнее будет, даже несмотря на то, что пистолет там наносит. Ну, разве что с пистолета добивать, знаете. Ну, ладно. Разберёмся как-нибудь... Ой, какое неприятное тут расположение у противников, конечно. Да, блин, что там шумит? Так, окей. Собственно, нам надо разобраться с... Хм. Я не могу понять, они на вышке стоят или не на вышке? Там вышки или не вышки стоят? Если просто вышки, то я не смогу их же попасть. Да, они на вышках сидят. Вот засранцы. И, кстати, хорошо, что я взял в таком случае снайперку. Но я могу и запулить из ракетницы, по сути, по вышке. Но это будет невыгодно. Можно занять где-нибудь позицию какую-нибудь поинтереснее. Ты можешь не через мину идти, братан? Нет, не может. Но я могу спрятаться вот за этой кучей мусора. Но чувак в меня всё равно попадёт. То есть... Он меня всё равно видит. Собачку можно спрятать здесь. Блин, ну неприятно, конечно, что там снайпер сидит на вышке. А, на второй... Второй не на вышке. Окей, я понял. О, классно я его, кстати, штурманул сейчас. Вообще офигенно. Так, дальше. Я могу как-то сюда пройти? А, нет. Это показывает, типа, что я могу туда выстрелить. Блин, эти ж сволочи сейчас кайтить будут. Они будут по очереди занимать вышку и бесить меня этими моментами. Так, зато я могу второго снайпера, по сути, сейчас цапнуть. И не дать ему так просто уйти. Так, засранец меня выстрелил. Окей. Так, одного из снайперов можно сейчас грохать спокойной душой. Я вот думаю, только из чего бы мне его грохнуть. Наверное, все-таки из снайперки. Блин, и надо бы, по сути, как-то их рашить, что ли. Мне, правда, волчок мешает немножко мне пройти. Я могу отсюда выстрелить в него? Да, могу, спокойно. Из калаша только или из дробовика? Ой, не из дробовика, а из этого, ну вы поняли. Конец хода. Теперь ходит мой волчонок. Кого бы мне здесь захавать? Я думаю, надо остановить снайпера по-любому. Зажать как-то его в углу, чтобы он вообще не мог выйти. То есть, сделаем вот так. Да, волчонок у меня умирает. Этот чувак в меня стреляет. Мы его добиваем. Так, прячусь за укрытие. И даю пару очередей по чуваку. А, он умрет от одной очереди, окей. Тогда просто завершаем ход. Да, он может промазать, но он не промазал. Блин, он меня ранил. Вот это неприятно. Так, ну и в упор мы должны его, по сути, с двух плюшек попробовать разнести. Немножко не получилось. Но я могу убежать сейчас, спрятаться за чем-нибудь. Он может вышку занять, по сути. Так, но он не успел. Отлично. То есть, сейчас мы просто выходим и добиваем его из калаша, к примеру. Можно было и снайперки, тут без разницы. И снайперки меньше патронов бы потратил. Так, и здесь у нас вообще нихрена нету. То есть, здесь не было вообще у бандитов ничего. При этом я еще получил... Оооо, даже так. Это что-то интересненькое. Это первый раз я вижу этот ствол. Еще есть винтовка. У одного чувака было две винтовки, серьезно. Так, сюда, 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 сюда. Я надеюсь, никаких травм не получил. Да, слава тебе, господи, не так много урона они мне нанесли. Но я здесь ничего и не получил, кроме винтовок, вот, и прочей лажи, скажем так. Так, но винтовка Мосина мне не нужна. У меня, как бы, своя есть винтовка. Поэтому просто их разберем. И укороченный калаш. Очки действия 1. Урон 40, 66. Урон, конечно, мизерный, но очки действия 1 и дальность 3. Это неплохой подспорье пистолету. То есть, главное просто, чтобы было много патронов. Я, наверное, даже его пока возьму и не буду его разбирать. Потому что калаш, это реально круто. Так, здесь мы, в принципе, все почти зачистили. Блин, где они еще могут прятать бензин? Может, в главном штабе? Может, туда мне еще наведаться к ним? Попробовать, может быть? Шайка бандитов. Вот это уже серьезные противники. Здесь, скорее всего, проиграю. Вышек там нету. Дальность моей ракетницы далеко очень большая, короче. Так что я могу, в принципе, спрятаться за этими ящиками. Да, я смогу нормально запустить ракету потом туда. В принципе, должно пройти гладко. Но у них очень много здоровья. Я боюсь, что они могут меня сдамажить. Так, ну мы ожидаем. Смотрим, короче, что они будут делать. У этого чувака вообще топор меня, как бы. У него, конечно, на 50 хп больше, но на броне меньше. Так, опять пропускаем ход. Они вряд ли меня попадут через два ящика. Это как бы очень маловероятно. Стрелять научись. Что, самый умный, да? Он на мину наступил. И, в принципе, можно прямо сейчас жарить из ракетницы. По вот этому парню. Он самый опасный. Второй с арбалетом. Это вообще как бы фигня. Лучше прицелиться именно вот сюда. Минус один. Собственно, второй, естественно, заряд мы тратить не будем. Может, я снайперкой могу? Да, могу. С 80% шансом только промаха. Но, в принципе, я попал. Так, конец хода. Ожидаем, собственно, босса. Я бы даже спрятался куда-нибудь подальше. То есть, к этим штукам. Потому что он ходит... Он милишник. Ему нужно будет выходить по-любому. Так, очки у меня есть. Но отсюда я не могу по нему попасть. Возможно, я смогу попасть по нему откуда-нибудь отсюда. Либо снизу вот так. Надо, кстати, посмотреть, как это вообще работает. Могу ли я вот отсюда в него попасть, те снайперки? Да, могу. Отлично. Только я могу попасть еще и мимо. Ну, мы рискнем. Отлично. Ярость один. И еще раз стреляем. Пожалуйста, не промажь. Зашибись. Отлично. Ну, все. И добивающий выстрел. Отлично. Красота. Завершить. Опять же, здесь нихрена нету. Это была столовая, видимо. Ну, блин, это же был военный штаб. Какая нахрен столовая? Воды нихрена себе сколько. У него есть топор. Какой-то особый крутой топор. Ничего себе. Так, вот это уже что-то интересненькое. Еще и рюкзачок у них есть. Но у меня-то получше будет, наверное. Но вот этот вот какой-то стальной топор, это что-то жесткое. Может быть, его чинить можно? Хотя я сомневаюсь. Так, и еще есть чувак с тяжелым арбалетом. Да, это же тяжелый арбалет. Можно убрать. Да, тяжелый арбалет тоже возьмем. Нож возьмем. Тушенка, рыбка. Это фигня, это фигня. Стрелы. Давайте стрелы тоже возьмем. И водичку я бы тоже в некотором количестве взял с собой. Но пока бензыча еще я не могу найти. А, я не на ту напал. Я на столовую напал. Я хотел на штаб напасть. Отстой. Ну, давайте попробуем штаб штурмануть, я фиг его знает. Может быть, что-то из этого тоже выйдет. Пока еще не ночь, можно, в принципе, попробовать. Так, РПГ есть. Калаш есть. Оружие. Может быть, что-то заменить. Хотя мне нравится моя сборка, на самом деле, пока что. Так, здесь три чувака. Вышек нету. Я могу, кстати, в этого чувака пробовать попасть. 74% шанс на попадание. Попал. Это красота, потому что он самый опасный из всех. И прячемся за дерево, короче. Так, он сразу туда такой. Я тебе не... Я тебе это припомню. Я тебя достану. Так. Вряд ли я смогу отсюда в него попасть, на самом деле. Но можно попытаться посмотреть. Ах ты ж, тварь! Тут капкан был все это время. Вот я облапошился, конечно. Блин, зараза. Отсюда-то фиг попадешь. Я могу, конечно, расхреначить их, но это будет плохой идеей. Ах ты ж, тварь! Давайте, подходите сюда. Блин, они отступают, они выстреливают. Ты зачем своего бьешь, чувак? Ты совсем с ума сошел? Так, братан. Блин, и патроны главное еще. Ну ладно. На нахрен. Теперь я отступлю, пожалуй, куда-нибудь сюда. Пусть сами идут. Здесь мина еще имеется. Блин, они смогут выходить за угла, стрелять по мне и затем убегать обратно. Вот это отстойно. Но им нужно будет два препятствия преодолеть с помощью своего автомата. Так что не факт, что у них что-то выйдет из этого. А я могу жахнуть по ним сейчас, в принципе, из... А, нет, не могу немножко. И мина здесь стоит, сюда не пройдешь. Вот в чем еще проблема-то. Блин, я не могу никогда двинуться из-за этой мины. Он в упор подошел просто, вообще офигевший. О, вот это ты, кстати, красиво встал. Я вас все равно шмальну в вас РПГшку. О, я убил одного, отлично. Теперь можно будет подойти поближе к этому парню. Хотя нет, что мне поближе подходить? Я вон за укрытием спрячусь на всякий случай. Если я вдруг сейчас по нему промажу. А я по нему не промажу. Так, ну давай снайперки, чтобы меньше патронов потратить для автомата. В принципе, здесь тоже все. Вообще, можно прямо здесь остановиться, здесь же поспать. На базе у бандитов, которая до сих пор не до конца уничтожена. Так, сюда, 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 сюда. Так, обыскиваем этих чуваков. Блин, хочу полностью расхреначить базу бандитов. Просто потому что могу. Так, токарев, автомат. Это мы распилим сейчас. Так, сразбираем, собственно, винтовочку. Опять же, ничего особо интересного я не нашел. Видимо, надо было просто штурмовать гаражи. Так, вот эту вот нафиг мне штуку не надо. Можно ее сразу скинуть. Есть еще три части локации. Скажем так. И мне бы надо уже подрихтовать свою броню. Поэтому, наверное, я вступлю на данный момент. И заодно выложу вещи себе на базу. Так, я бы хотел здесь разжечь костер. Если у меня есть чем разжигать и что разжигать. Разжечь костерок, пожалуй. Отлично. И надо бы починить себе костюм. У меня вроде бы один кусок кожи еще оставался. А вот для того, чтобы починить его еще один раз... Хотя нет, смотрите, у меня есть еще не один кусок кожи, оказывается. Так, туристический рюкзак еще починим обязательно. Пару раз. Починим велосипед с тележкой. Я бы хотел еще себе чайку заварить, попить. Чтобы не спать сегодня. И надо бы что-то перекусить. Давайте просто сгущенки навернем обычной, не вареной. Так, и у нас есть 10 литров. Но у меня есть еще. Как бы я тут что-то принес. Надо, кстати, выложить некоторые вещи. Во-первых, калаш. Мне надо разобрать его. Даже два, потому что у меня их три. Один токарев мы тоже разбираем. Винтовки надо бы починить. Ну, то есть оружие вообще в целом. Так, это у нас еще более-менее в нормальном состоянии. Так, винтовка тоже починим ее. Нормалек. Дальше, что у нас еще есть? РПГшка тоже ломается. Вот что делает этот топор? Сломается через 100 использования. Это при 20 процентах? Серьезно? Это как 100% обычный железный топор. На 20%. Так, блин, жалко, что нельзя его чинить. Так, а здесь для того, чтобы починить, нужен вообще и генератор, и сварочный аппарат. Вообще жесть. Блин, я бы... Ну, ладно. Токарев. Че мне делать с токаревом вообще? Блин, ну автомат, конечно, вот это вот достаточно любопытная такая штучка. У меня есть еще один заряд, как бы, а тут есть еще какие-нибудь поселения бандитов. Да, я вроде особо не вижу. Я не думаю просто, что где-то еще есть у них этого. Где-то есть у них еще топливо. Разве на каких-нибудь складах там, или типа того. Ну, судя по тому, как здесь все респаунилось. Ах, ладно. Так, куда дальше пойдем? Надо только выкинуть вещи сначала обязательно. Лишние. Че у меня здесь есть вообще лишнего? Ну, патроны для дробовика мне не нужны. А-а-а... Это у нас че? Это ТТ-шки. ТТ-шки тоже, сам ТТ-шник тоже. Калаш вот я не буду, наверное, использовать. Мне тоже не нужен. Так, патроны, арбалет. Один ножик можно скинуть. Топор обычный, чтобы лишнее место не занимал. Так, компоненты. Свечи. Вот эту шляпу. А-а-а... Че еще? Гильзочки. Запчасти. Они мне пока что не нужны. Их тоже можно сбросить. Бензин, соответственно. И... Скоро будем, кстати, уже отправляться. То есть, бензина немножко есть. Доехать до следующей точки назначения мы хотя бы сможем. Так, порох, селитра, бумага. А-а-а... Мыло. Ржавые инструменты. Ржавые лопаты. Ну, еду можно еще скинуть, да? Ну, мне в принципе... У меня 60% не особо че-то. Смысла скидывать нету. Я бы вот сюда еще напал на склад. Посмотрел бы, что у них на складу. Или это столовая. Да нет, столовая вроде вот здесь вот. Вот здесь вот была. Это уже... Либо вот сюда пойти. Это казармы. Ну, в казармах опасно, я думаю. Будет, там будет дофига народа. Это главная площадь. Это я не помню, че такое. Это, по-моему... А, медотсек. Это вроде бы. Это медотсек. Там тоже вряд ли. То есть, единственное, что на складе может бензин лежать. Поэтому давайте сбегаем на склад еще. Штурманем их, так сказать. Поехали. Средний уровень угрозы. Опять два... О, ну это вообще изи, как бы. Тут какие-то вообще лошки сидят. Беспонтовые. Я их могу легко, в принципе, завалить. 208 урона? Это как ты так сделал вообще, чувак? Поделись секретом. Так, я бы вот сюда спрятался. За... О, тут и мина есть. Просто чуваку за полкилометра прописал. Такой... Такого леща жесткого. Да, блин, твою мать, засранец. Так, у меня есть, собственно, 4 очка энергии. На, получай. Да как так-то, а? Да пошел ты в жопу. Стрелять научись. Это ты стрелять научись. На, нафиг. Вот твою мать. Вот засранцы, конечно. Так, я могу как-то выстрелить этого чувака? Да, 80% шанс попасть. На, нафиг. Блин, они так больно бьют, кстати. На тебе. Бедный чувак. Пацаны, я маслину поймал. Так, хорошо. В принципе, вот сейчас можно было бы жакнуть из ракетницы. Неплохо так. Да, они, я, они меня пробьют, наверное. Хотя я могу их попытаться и без ракетницы ушатать. А что, если я просто в мину выстрелю? Ну, я сам себя подорву тогда. Нет, нет, мы сбегать не будем. Я движение хотел посмотреть. Блин, он, он идет по мини. Вот говно. Сейчас бы какую-нибудь, знаете, маленькую гранатку просто. Ну, ладно, придется, видимо, делать так. Но я не вижу другого варианта просто. Последнюю гранату придется тратить. Ай-яй-яй, твою мать, еще меня задело. Отстойно. Здесь кузница и меха есть. Но нету ничего интересного. В итоге я зря просрал последнюю ракету. Это кузница. То есть они даже все переделали и сделали, как им удобно, короче. А я могу же в кузнице крафтить там разные вещи, разве нет? Так, это у нас броня. Инструменты я могу различные крафтить. Допустим, ту же ручную мельницу могу сделать. А, это не рабочая кузница, да? Да, она не сделана. Я могу ее разжечь. А нет, она рабочая. То есть я могу ее, в принципе, прям вот так сразу этого самого... Так, обыскать, обыскать. Сюда, к папе. То есть я могу ее разжечь, но для чего мне это нужно делать? Вот в чем вопрос. Как бы какой мне в этом смысл? То есть инструменты, допустим. Да, я могу разве что создать котелок. Но зачем мне котелок, опять же, спрашивается? Можно еще создать вот ручную мельницу. Ну, давайте, раз уж мы все-таки сюда пришли, я, наверное, это и сделаю. Мне надо только найти немножко дерева. Так, теперь давайте разожжем, собственно... Уголь у меня есть, уголь у меня есть откуда-то, готово. И я могу теперь себе скрафтить различные штуки, типа котелка и ручной мельницы. Так, котелок давай. И также я хочу еще скрафтить себе ручную мельницу. Не знаю, зачем, пусть будет. Отлично. Для чего еще, конечно, надо? Это тот еще вопрос. Я вроде бы, мне ничего особо не нужно. Винтовка Мосина, могу ее скрафтить, типа. Могу скрафтить арбалет. Могу починить арбалет, кстати. Но у меня его пока с собой нету. А горн, он будет как бы... Я возьму вот эту штуку с собой. Кузнецу, к сожалению, взять нельзя. Так. Водички можно с собой тоже надыбать. Обязательно эту штуку. То есть можно, по сути, арбалет починить. А, нет, нельзя. Нельзя, нельзя арбалет починить. Мне не нужны арбалеты. У меня один уже есть на базе. Стрелы можно забрать. В остальном-то мне, в принципе, здесь больше ничего не интересует. Это что? Жилище. А здесь что у нас находится? Арену из мусорообломков можно почувствовать запах крови. Так, это просто, типа... Ой, я не в ту часть поехал. Прошу прощения. Лазарет. Медикаменты. Ну да, это как бы то же самое. Ладно, в принципе, здесь ничего особо интересного я не увидел. Нашел чуть-чуть бензина. И можно теперь выдвинуться, собственно... Так, подобрать все. Почему-то велосипед ты не забрал. Ну давай мы его разберем. Но я все вряд ли унесу. Вместе с тележкой это будет слишком перегруз, мне кажется. Хотя черт его знает. У меня же машина ведь здесь находится, да, если я не ошибаюсь. Снаряжение. Да, вот моя тачка. 111 процентов. Да, у меня перегруз. А если выкинуть тележку, будет 107. Но мне тележка нужна. Мне надо от чего-то отказаться, что мне прям вот вообще ну нафиг не нужно. Так, давайте мы откажемся с вами от двух ножей. Пять оставим. Также я выкину топоры. Раз, два. И, собственно, три. Раз, два. А в каком состоянии они? Один на 20 процентов. Да? А второй на 31. Ну, я думаю, тоже можно выкинуть один еще патрон ржавый. Ой, топор. Патрон. Так, собственно, у меня есть еще арбалет. Он весит... Нифига себе, он тяжелый, конечно. В том-то и дело, что он тяжелый. Так, ТТшник один мы разберем с вами. Ибо нафиг надо нам два ТТшника. Блин, укороченный калаш я бы хотел с собой, на самом деле, взять. Блин, у меня есть еще РПК-74. Лишний. Чинится он патронами автомата. То есть, один из них можно спокойно разобрать. Так, есть винтовка Мосина. Но у меня есть, как бы, снайперская винтовка. Они и та, и другая требуют по три очка действия. И только у снайперки больше урона. Винтовочный патрон, винтовочный патрон. Поэтому винтовку Мосина мы с вами сейчас просто разберем. Теперь насчет чего-нибудь еще. Патронов для автомата у меня, кстати, вообще до жопы. По броне, кстати, как у меня вообще поживает моя броня. Ну, немножко поломалась, но не смертельно. Я починил тут все, на самом деле. И вазик свой подремонтировал. Немножечко. Так, но это далеко не все, что мне нужно выкинуть. Мне надо еще с чем-то разобраться. У меня воды вот дофига, как бы. Я могу выкинуть там часть воды. Мне вообще столько нафиг не надо. Вот 33 мне будет более чем. Очень много еды, снаряжения. Уже смотрел. Может, компонент так что выкинуть? Вот дерево, зачем мне дерево? Вот и все, вот я и могу двигаться, в принципе. Можно даже обратно забрать воду и часть воды и, допустим, инструменты. Хотя инструменты мне особо не нужны. Ну ладно, один топор возьму. Все, больше мне ничего не надо. Так, сейчас ночь, поэтому лучше переждать. Бензина у нас 16 литров. В принципе, я думаю, мы доедем с вами до сюда за 92 километра. Не так уж и много, я думаю. Вот эту штуку зачем я ношу? Ее бы лишь бы починить, либо разобрать. Одно из двух. Как бы я ее зачем-то с собой целую таскаю. Давайте посмотрим, больше ли у меня ресурсов, чтобы два раза ее починить. Так. Где она еще находится? Вот она. У меня не хватает изоленты. В остальном, в принципе, все есть. Окей. А давайте просто поспим до утра. Как бы наш герой притомился. Хотя, наверное, есть еще что почитать мне. Или нету? Нет, нету вроде бы. Что вообще я могу скрафтить такого интересного? С помощью моего котелка, к примеру. Так. Наверное, вот эти штуки можно крафтить с помощью котелка какого-нибудь. Нет, здесь везде химическая санкция. Зачем нужен котелок? Железная броня, это, конечно, жесткая. Горн у меня есть. Мне нужно только кузницу. Ну, кузница мы знаем где. Она в Новокузнецке, на базе бандитов снизу. Если, конечно, они потом не захватят обратно то, что я там у них отхватил. Так, подождите. Можно мне еще раз включить... Да, рецепты. Тоже не то. Ну, вот кузница нужна, но в основном для инструментов. То есть, ну, мне как бы эти инструменты все не нужны. У меня они есть. Разве что вот эти штуки, но... Опять же, клей использовать, тратить такой себе на просто набор инструментов. Котелок и... Ну, котелок, это, как я понимаю, типа кастрюля. Да, в некотором плане. То есть, замена кастрюли. А вот для чего нужны ручная мельница, это для меня, на самом деле, загадка. А-а-а-а! Все, понял. Крупы. Крупы, которых я в глаза не видел за всю игру. Хе-хе-хе. Ну, окей, теперь тогда понятно. Да-да, кукуруза еще есть. Гречка, рис. О, кстати, я могу сделать рисовую муку. Ну, сделается одна и та же мука из всего этого. Ну, окей, я понял вас примерно, чем это вы ведете. Ладно, давайте спать уже. Давай до четырех с половиной, особо не будем париться. Так, готово. Ну, штурм прошел неплохо на самом деле. Но с бензином печально. То есть немного бензина мы с вами добыли этой ходкой. Так, нам нужно куда-то там в леса двигать. Но я пройду на всякий случай через вот этот вот город. Может быть я что-то тут найду. Да нифига я не найду здесь, мне кажется. Раз что вот через сюда можно пройти. Не, ничего нету. Так, сюда, сюда. Саше стало хуже. Голова ее откинулась назад, дыхание стало тяжелым и неровным. Кожа побелела. Нужно остановиться и отказать первую помощь. Вот-вот станет слишком поздно. Загнав машину в заросли на берегу реки Чумыш, я осторожно вынес дочь и положил ее на подстилку. Саша была без сознания. Смочил ей губы водой и осмотрел. Пуля прошла на вылет. Продесфицировав оберана и наложив повязки, вернулся в автомобиль за оружием. Враг мог появиться в любой момент. Как мне ее вылечить? Нужен костер, перевязка и эта фигня. Да, вообще изи, чувак. Так. Давай-ка мы тогда с тобой нарубим дров в первую очередь. Да, 25 штук мне надо. Так, заберем их с собой. Затем идем к Саше. Обязательно ставим шалаш. Собираем. Также разводим костер. Все, готово. Можно вылечить Сашу. Перевязываем. Саша начала ворочаться и стонать. И нашепчет что-то неразборчивое. Прислушиваюсь, но не могу различить слов. Потом Саша вновь засыпает. Все еще надо ее лечить как-то. Ага, час-другой поспит. Ну давайте я тоже посплю. Поспим вместе. Так. Доброе утро. Че у тебя как вообще? Еще перевязать? Саша снова застонала, но этот раз приоткрыв глаза. Я склонился над ней. Саша, ты слышишь меня? Саша засопела и снова закрыла глаза. Так. Ну я пока тогда, наверное, еще сбегаю за дровами. Так. Компоненты. Дрова скидываем. Будем подкидывать в костер, если он будет потухать. А пока поспим тоже с ней пару часов. Главное, чтобы она сейчас не очухалась и не сбежала от меня. Потому что бегать потом за ней такое себе будет. Все еще спит. Ну давай я еще посплю, окей. Уже и так, по сути, третий час спим. Че ты спишь так долго? Да блин, да ты издеваешься? Ладно. Подкину дрова. И поспим уже нормально так, наверное. До часов шести вечера. То есть еще пару часиков. Ну че, ты там оклемалась? Здорово. Покормить. Ээээ. Щи. У меня четыреста десять щей. Ладно, на, ешь. Поговорить. Саша больше не стонала. Теперь она пребывала в какой-то странной апатии. Ее взгляд хаотично блуждал вокруг. Да че такое? Может поговорим? Саша устало посмотрел на меня и тяжело вздохнула. О чем? О чем? Речь может о том, что ты хотела убить меня? Я спас тебя от расстрела? Эээ. Саша отвернулась. Плохая тема. А вот я, вот и я так думаю. Поэтому, если не хочешь ее поднимать, расскажи мне, что с тобой произошло? Что произошло? Сначала меня родила мама. Не поясничай. Расскажи мне, что было после того, как ты зарезала бандита в дедушкином доме. Что-то странное. Не припомни, чтобы когда-нибудь интересовала моя жизнь. Саша покачала головой. Тебя интересовала моя жизнь. Ладно. Меня взяли к себе новокузнецкие. Но воевать не дали. Даже дедушкину винтовку отобрали. Пошла к майору, а он... А без среди бойцов не место. Определил хозяйственную часть. Далее. А я в посудомойках. Мне противно было. Я отказалась там работать. Девчонки на меня обиделись. Начали бочку катить. Мол, лентяйка. А Борис сволочь. Говорит, ничего. Пару дней без пайка посидит и передумает. И что было дальше? Дальше. А дальше на нас напали. Ночью. Пока всех по тревоге подняли. Уже с десяток раненых было. Бандюки некоторые через ворота прорвались. Девчонки перепугались. Я одного гада оглушила. Забрала его пушку и стала отстреливать остальных. Отбили нападение? Отбили. После этого мне и ружье вернули. И на охоту ходить разрешили. И даже в боевой отряд зачислили. Командиром отряда был Василий. Да, тот самый сын Бориса. Так. Мне с ними нравилось. Говорили, что уважают меня. Что я одна из них. И я дура. Все время первая лезла под пули. Чтобы всем показать, чего стою. Саша сжала зубы. Боже, какая была дура. Короче. Сказка быстро кончилась. Наткнулись мы на Абаканских. Да, они застали в нас расплох. Но нас было больше. И мы были лучше вооружены. Так вот. Эта трусливая скотина Васька. Скомандовал отступление. Хотя я видел, что отрезали от остальных. Как я понимаю. То есть Васька все-таки. Был таким не очень хорошим человеком. Моя с дочью лучше, чем твой сын. Чувак, которого мы застрелили. Хотя я не помню. Он сдох вообще? Вроде бы да. Вроде бы он умер. Но как бы он потерял сознание. Там вроде бы. Или умер. Фиг его знает. Черт его знает. Того Бориса. Ладно, пофигу. Далее. Я укокошил четверых. Нифига себе жесткое. Потом мне кончились патроны. Меня взяли. Хотели прибить на месте. Но главарь не дал. Велел отвезти на базу. Борис мне не говорил, что тебя свои бросили. Че, серьезно? Вот так вот просто? Ах, вы суки. То есть, ну... Ну ты... Вот по делам тебе. И сыну твоему по делам. И тебе по делам. Борис мне не говорил, что тебя свои бросили. Ну еще бы. Встанет он позорить своего сынка. Ты представь. Он... Тихо. Откуда-то со стороны Новокузнецка донесся далекий выстрел. Потом еще один, схватив оружие, забежал в ближайший холм и стал взглядываться вдаль. Передо мной растелась у та же безжизненная серая пустошь. Когда я вернулся к Саше, она уже спала. Окей. Типа спит? Пусть спит. И я посплю. Давай я посплю. Примерно часов до двадцати... Нет, до двадцати двух. В десять еще поговорим с ней? А там дальше уже, наверное, с утра. Утро вечера мудренее. Так. Ну че, как оно? Не, она все еще спит. Окей. Так, давай сюда тогда мне... Пожрать чего-нибудь хорошего. А, пофиг. Сотня так сотня. И водички попить. Так, а че это за задание вообще? Дорога домой. Вылечить Сашу. Но мне нужно ее взять. Но я не могу ее взять. Мне надо сначала с ней поговорить. Так, ладно. Я тогда посплю, наверное, до... Ну, давай до четырех тридцати где-нибудь. Проснемся. Может быть, она уже придет с себя. Поговорим с ней. Да в твою мать, господи. Че так долго ты спишь, Саша? Ладно, давай до шести утра еще поспим. Будем каждые час-два ее проверять. Че надо так... Час-другой. Час-другой это для вас часов двенадцать. Окей, еще поспим. Окей. До восьми поспим. Каждые два часа буду я проверять. А прикиньте, она просыпается и засыпает. И я просто не могу поймать временный промежуток. Да ты издеваешься, что ли, Саша? Сколько можно спать вообще? Десяточка. Так, дорога домой. Подождите. Это бензогенератор. Дорога домой. Вылечить Сашу. Да, я просто должен ее вылечить. Да ты издеваешься, Саша. Ну, сколько можно спать? Может быть, она реально засыпает время от времени? То есть, мне нужно, допустим, там в тринадцать проснуться. Может быть, она как раз просыпается каждый час и на час засыпает. То есть, я не могу поймать промежуток, когда она не спит. Да нет, вроде. Саша, ты будешь просыпаться. Ты уже спишь сутки практически. Ты издеваешься надо мной, реально. Короче, я дрыхнуть на сутки. Ничего не знаю. Спим сутки. До семи утра. Как-то так. Блин, а надо... Ааа! Надо, наверное, костер развести. Вот че я протупил-то с тем моментом. Разжечь костерок. Ну, наконец-то она пришла в себя. Надо ее покормить. Держи. С щами. Видимо, они готовятся как-то, но мне не показывает, как готовить щи. Рецепты. Блин, жалко нету книги рецептов. С сохраненными рецептами было бы неплохо. Так, тебя надо тоже покормить, кстати. Ну, охота, это мне не особо интересно. Так, сам вылечиться, не буду тратить на него медикаменты. Ох, наконец-то. Саша стала гораздо лучше. Она уже могла вставать на ноги и даже ходить, опираясь на мою руку. Ты мне еще не все рассказала. Хорошо, слушай дальше. Устала согласилась дочь. Отвезли меня на Абаканскую базу, посадили под замок. Думала, приставать будут. Но нет. Первую неделю приходила одна девчонка и еду приносила. Она больше никого не видела. А, далее? Только можно вопрос, почему моей дочери крашенные волосы? Даже в постапокалиптике СССР до нее добралось вот это вот стиль. Нынешней покраски волос. Наконец-то пришел их главарь, Руслан. Как я потом узнал о бывшей политической заключенной. Долго молчал, а потом вдруг спрашивает. В чем это я провинилась? Что меня свои кинули? Это он простычка? Ага. Говорил, что я смелая. Что одна стоя десятерых его бойцов. Что никогда не поступил бы, как Василий. Не бросил бы солдата одного против целого отряда. Что в Новоказнецких были все шансы победить. Но они струсили. Много чего говорил такого. А я молчала. И хотела возразить, но... Он давил на тебя? Нет. Просто курил и рассуждал. На второй день снова пришел. Сказал, что мои отказались платить выкуп. А он всего-то запросил пару ружей и ящик консервов. Сказал, что не было ни одной попытки меня освободить. И все в таком духе. А потом сам принес мне еды. Гораздо больше, чем кормили наши. И вкуснее. Ты не понимала, что он пытается завербовать тебя? Представь, понимала. Но то, что он говорил, было правдой. И это я тоже понимала. Он ко мне потом целую неделю приходил. Рассказывал про себя и свою семью. Потом про других своих бойцов. Тогда я уже рассказала ему про себя. Он внимательно слушал, задавал вопросы. Ты начала доверять ему? Нет. Тогда еще нет. Но я видела, что он понимает меня. Понимает куда больше, чем все эти уроды из Новокузнецка, которые меня использовали и выбросили. Он же мерзавец. Головорез. У него руки в крови невинных людей. В ответ Саша презрительно усмехнулась. Невинных? Невинных? Где ты их видел, этих невинных? Или ты так называешь ленивых, завистливых, тупых овец, которые только и могут что-то блесть, пока их режут? Эээээ, окей. Оглянись вокруг. Нет больше страны, нет загона, где можно мирно щипать травку и растить шерсть, чтобы ее потом состригли. Мы в лесу. И здесь ты либо овца, либо волк. И ты предпочла быть волком? Бандитом? Нет, отец. Мы далеко не бандиты. Все гораздо интереснее. В смысле, о чем ты? Я еще не закончила. Через неделю в мою комнату втащили этих троих невинных. Василия и еще двух новокузнецких. Так. Руслан предложил им рассказать все, что они знают про Степной. Люди, вооружение, слабые места укрепления. Взамен Руслан отпустит их. И не успел он договорить, как эти червяки, бледные и дрожащие, всех сдали. И Руслан отпустил их? Да, но они не успели уйти. Я взяла у Руслана нож и зарезала всех троих. Повисла пауза. Даже смерть уродов, которые убили дедушку, не принесла мне такого удовлетворения. Глядя, как эти трое стекают кровью. Я чувствовала себя свободной, счастливой, сильной. Это была не жажда крови и не месть за предательство. Это было правосудие. Это безумие. На другой день Руслан вернулся и положил передо мной пушку. Сказал, что больше не намерен кормить меня даром. Ему не нужны пленники, ему нужны бойцы. Либо я присоединяюсь к нему, либо они отвезут меня обратно в Новокузнецкий. И я сделала свой выбор. И ты довольна своим выбором? Какая разница, что я отвечу, тебе все равно не понять. А вот это вот начинается. Ты не права. В чем-то я могу тебя понять. Ты хотела уважения и признания. Хотела быть свободной. И твои новые друзья дали тебе это. Уважение, признание. Да, но лишь поначалу. А потом отец. Они дали мне гораздо больше. То, что я никогда бы не получил от этих троих Новокузнецких. И что же это? То, что отличает жизнь от выживания. Глаза Саши лихорадочно заблестели. Слыхал такое слово? Миссия. Мы не бандиты, отец. Мы колонизаторы. Мы сотрем с лица земли остатки гнилого старого мира. И построим новый. Куда лучше исправить. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну все. Так. У меня была дочь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так. Не слишком ли амбициозная? Вас осталось-то трое-четверо. Нет. Нас много. Тысячи! А скоро станет еще больше! Саша вдруг их мыльнулась. Впрочем, даже трое четверо кое-что на что способны. Обернись! Я обернулся. В нескольких метрах от меня стояли двое бандитов, целясь мне к голову. Ну, начинается вот это. Вот опять! Вот это задница! Господи! Они нас выслеживали? Серьезно? Вот вы скоты, а? Ох, какая задница! Сейчас она, короче, меня кинет, скажет, спасибо, отец, бла-бла-бла. Я пошла, все, Саши нету. Она пошла колонизировать нашу новую планету и так далее. Это ужасно, но окей. Окей, убьете меня? Нет, ты спас меня, хотя я пыталась тебя убить. Поэтому мы пощадим тебя. Так будет справедливо. Справедливость превыше всего. Руслан, помоги мне. Ну да, они сейчас просто ее заберут и как бы у меня нету дочери. Нахрена я ее спасал? Нахрена я что-то делал? Просто вот, блин, чтобы просто она пошла с какими-то там лохами. Я бы сейчас их нахрен расстрелял. Один из мужчин помог Саше подняться и зараз я послышу с огул мотора и на каменистый берег выехал старенький УАЗ. Мы квиты, жизнь за жизнь. А теперь уходи. Уходи далеко, так далеко, чтобы мы больше никогда не встретились. Не желаю тебя больше не видеть, не слышать. Руслан аккуратно усадил Сашу в машину, а Салси сам сел рядом с водителем. Третий бандит уже хотел закрыть дверь, но Саша ее придержала. Никогда не забуду и не прощу того, что ты бросил нас с мамой. Если бы не ты, ничего бы этого не было. Понимаешь? Ничего. Че, вот так вот? Вот так вот? Как бы с чего начали на том и закончили, что ли? Количество добываемой рыбы, прочность оружия, количество брони, урон брони. А, ну это я не могу выбрать, но это понятно. Количество брони звучит неплохо. Давайте возьмем. Ну, навыки, конечно, дерьмовые. Так, новый уровень у нас есть. Можно посмотреть. Но там вроде не должны открыться новый рецепт. Там новый рецепт, ну, 68-го или что-то вроде того. 69-го. Эммм. Эммм. И этот квест полностью выполнен. И мы это еще с вами не читали, последнюю запись. УАЗ развернулся и укатил прочь, увозя мою Сашу. Нет, на УАЗе ехал какой-то другой человек. Моей Саши больше нет. Как и Гали. Обе мертвые. Я достал из рюкзака маленькую тряпичную куклу. Вот и все, что осталось мне на память от жены и дочери. Мои руки потянулись к пистолету. Нет. Ни за что. Самоубийство это лишь еще один способ обижать от ответственности. Очередной глупый малодушный поступок, каких я уже немало совершил. Нет, я этого не сделаю. Вопреки всему, я буду жить дальше. Жить и искать свое место в этом новом мире. Как-то так. Самый главный квест Дорога домой у нас завершен. И сейчас мы вольны сами себе. Можем идти куда хотим. Делать, что мы хотим. А у нас нету какой-либо цели. Мы одиноки в этом мире. Вот это вот. Видимо, дочери мы больше не увидим. Но я буду надеяться, что рано или поздно, может быть, что-то... Хотя это маловероятно. Как бы здесь, мне кажется, уже все. Дочь, она двинулась кукухой и как бы... Все было зря. Как-то так. Что-то грустное как-то все закончилось. Вообще, мне не понравилась вот эта история. Особенно вот чем она закончилась. Посмотрите, она закончилась тем же, чем и началась. Абсолютно без какого-либо завершающего финала. Я огорчен этим... Финалом этого квеста, скажем так. Ладно, давайте что-нибудь пожрать себе сделаем. Макарон каких-нибудь. Я фиг знает, короче. Мне даже жрать особо сейчас неохота. Окей. На будущее сделаем, так сказать. Давайте что-ли попьем, наверное. Тогда водички. Баночку. И что мне сейчас сделать? Куда мне идти? Выполнять какие-то дополнительные квесты? Разве что. Так, ну это... Это как бы не то. Бензогенератор. Волчата. Защита. Курицы. Так, мне говорили, что преподаватель Анна живет где-то... Но там надо калаши принести. Единственный квест, который я могу вот прям сейчас выполнить, это фотоальбом принести... Лили. Но это надо далеко пилить. Вообще прям в Киев. Я предлагаю двигать, короче, в город Мирный. Но надо выбрать подходящий путь следования в этот город. Чтобы мы могли бензин блутать по пути. И надо бы где-то набрать немножко бензина. Я не помню, в Заринске я собирал бензин или нет. Но я думаю, что там ничего нету. Говорят, что просто в Мирном есть какой-то транспорт, который, короче, не тратит бензин. Ну ладно, давайте, что ли, двигаться туда. Ладно, в принципе, давайте двигаться дальше. Так, собственно, починить вазик можно. Благо, можем себе это оформить. И двигаться в город Мирный. Я все еще, знаете, не отошел вот от того, что, типа, ну, как-то все печально произошло. Как-то слишком грустно. Может быть, наверх просто двинуть? Просто, типа, наверх. Куда-то туда наверх. Ну, блин, я не вижу никаких городов по пути. Здесь точно ничего нету. И здесь тоже ничего нету. Где можно в реалиях достать бензин? Я не помню, в Бийске я вообще лутался. Может быть, мне в Бийск вообще двинуть? Кхм-кхм. Может, мне реально в Бийск за бензином выдвинуться? Я вот не помню, просто, лутал ли я там бензин. Но тут, в принципе, есть еще несколько городов. Знаете что, у меня, короче, такой вариант сейчас. Мы поедем вот по этой дороге наверх через Кемерово. И там уже не будет проблем с бензином. Но мы не сможем проехать вот отсюда досюда, отсюда досюда, отсюда досюда, отсюда досюда, отсюда досюда и до Кемерово доехать с таким низким количеством бензина, сколько у нас его сейчас. Я вот думаю, здесь лучше по дороге поехать или все-таки рвануть через степь? Просто стоит ли припарковывать мне машину вот здесь на дороге? Мне кажется, по дороге все равно будет дешевле идти. Ну, то есть, по бензину. Чем через степи, через горы. Поэтому, короче, план сейчас такой. Мы с вами вот здесь... Секунду. Выйдем. Мы с вами припаркуемся, собственно, давайте в степи еще выйдем, чтобы меньше бензина потратить. Оставим здесь, собственно, свою тачку, возьмем велик и поедем за бензином. Такой план у меня. Так, водку выкидываем почти всю. Оставляем только чуть-чуть. Опять же, будем сейчас полтора часа выкладывать вещи различные. Так, 30 бутылок себе оставлю. Газировка мне не нужна. Кофе я тоже часть выкину. Оставлю только совсем чуть-чуть. Чай мне тоже не особо нужен. Так, это мы все выкинем. Половину тушенки, половину вот этой фигни. Точнее, не тушенки, а сгущенки. Так, я, наверное, всю даже выкину. Дальше я избавлюсь от... Сухари и рыбы. Оставлю себе только... Так, кашу. Давайте чуть-чуть каши оставим себе. И чуть-чуть тушенки. Вот эта вот фигня нам точно не нужна. Джерки. Не знаю, может взять джерки себе. Да не, мне, в принципе, хватит тушенки и сгущенки. Жир мне тоже не нужен. Соль можно выкинуть тоже почти полностью. Так, чуть-чуть оставим себе. Спирт нафиг не нужен вообще. Просто весь можно практически выкинуть. Крупы. Оставлю только пару лапши себе для тушенки. Вот так вот сделаем. А муку можно, в принципе, всю выкинуть. Бинты мне столько не нужно. Давайте мы часть из этого выкинем, опять же. Так, дальше таблетки мне тем более не нужны. Так, надо сразу надеть себе... Эээ... Эту штуку. Так, выживание компоненты. Так, че еще я хотел там скинуть? Эээ... Тюбики. Так, дальше вот эту штуку. Уголь активированный. Он тоже просто много весит. Чуть-чуть оставлю так. Да и я даже еще больше скину себе бинтов. Так, таблетки всякие разные тоже скинем. Вот эту вообще все можно скинуть. Так. Сигареты-то тоже надо бы скинуть. Давайте мы чуть-чуть себе оставим. На всякий случай, так сказать. Так, теперь выживание. Эээ... Ломики. Лопаты. Инструменты. Ножовка. Так, иголки тоже мы... Можно скинуть все. У нас, в принципе, есть обычная. Также пару кастрюль себе только оставим. Нам этого будет достаточно. Так, я сказал пару кастрюль, а не все. Так, одну я возьму еще. Так, один алхимический наборчик. Хотя они мне особо не нужны сейчас с собой. Бензопилу одну скинем. Эээ... Банки мне столько не надо вообще никаким образом. Меха мне нафиг не нужны пока. Спички тоже. Часть спичек мы скинем. Вот так вот. Зажигалки. Все нафиг не нужны. У меня есть обычные, такие улучшенные зажигалки. Мельница. Палатку я, наверное, с собой возьму. На всякий случай. Удочка мне нафиг не нужна. Фонарь мне нафиг не нужен. Компоненты. Так, теперь насчет вот этой шняги. Мне бы бомбочек сделать. На самом деле, по-хорошему. Так, бомбочки, бомбочки. Давайте сразу по-крупному. Девять штук. Надеюсь, они не очень много весят просто. Так, дальше. На чем я там остановился? Здесь я все скинул. Здесь вот. А, зачем мне, кстати, котелок много весит? Он столько же, сколько кастрюля весит. Можно, кстати, выкинуть эту кастрюлю еще. Так, теперь по оружию. Э-э-э. Ножи. Топоры. А сколько весит этот? Да они тяжелые, блин. Так, ну. РПГ, наверное, мне не нужна. Арбалет я тоже, в принципе, не планирую использовать. Укороченный калаш. ТТшник. ПМЧ. РПК надо бы, по сути, взять с собой для этого. Х5. Х5. РПК, кстати, посильнее будет автомата. А почему я не использовал РПК на бандитах? Я вот только сейчас подумал об этом. Так, давай это скинем. Патроны для ПМЧ выкидываем все. Так, эти оставляем. Это все выкидываем. Дробовик тоже, соответственно, скидываем. Зачем мне вот... Почему они так много весят? Сколько весит один обычный топор? 3,5. 3,5. Они все по 3,5 весят. Нифига себе. Так, патроны для автомата. Давайте мы часть тоже скинем. Я не думаю, что нам столько пригодится. Хотя я, наверное, многовато скинул. Еще, наверное, штук 50 возьму. Так, патроны для винтовки мы тоже половину скинем. Этого будет более чем достаточно. ТТ-шные патроны. До свидания. Патрон ТТ тоже это скинем. Костюм лишний. Противогаз у меня есть дополнительный. Окей, типа. Компоненты. Части для... Во-первых, автоматы. Вот эта штука. Бензин. Дальше. Фильтры надо. Часть фильтров тоже скинуть. Мне столько не нужно. Я думаю, мне более чем... Для такой ходки мне более чем хватит 5 фильтров. Штука для починки оружия мне не пригодится. Как и гильзы. Батарейки на всякий случай себе... Буквально парочку оставим. Так, уголь мне нифиг не нужен. Это тоже яд не нужен. Селитра, серо, свинец, железо. Очень мало оставим. Нитки. Как-то так. Патроны мне эти не нужны. Мыло тоже. Кожа обычная не нужна. Кстати, кожу бы высушить на самом деле. Воды нету только. Так, свечи, прокладки, эти штуки, эти штуки. Запчасти для автомобиля. Все, я могу уже двигаться, но мне надо еще освободить место. Так, масло. Масла мне тоже столько не надо. Я половину скину. Даже больше половины. Оставлю себе литр. Сколько требуется для починки велосипеда вообще масла? Снаряжение, велосипед. Всего 20. Но мне этого более чем будет достаточно, этого литра. Так, один противогаз тоже скину. Чтоб не мешался. Так, задание, снаряжение. Че, я в принципе все выкинул, что было возможно. Так, у меня до сих пор... Так, тогда нож еще выкину. А, гвозди. Гвозди надо скинуть. И проволока у меня. Еще 4 килограмма проволоки. Так, изоленты у меня почти нету. Ткань можно еще скинуть, да? Мне столько явно не надо. Сера, вот нафига мне вообще нужна ткань? Вот это вот. Так. 68 процентов. Я думаю, этого в принципе будет достаточно. Хотя вот, вот еще противогаз мне не нужен. Так, давайте еще раз, в последний раз пройдемся уже точно от того, что мы избавили... От того, от чего мы избавимся. Так, кофе, еда, вода есть. Все хорошо. Сахар. Вот сахар, да, точно. Сахар нафиг. Чуть-чуть оставлю чистой для того, чтобы был. Хорошо, что я посмотрел, проверил перед тем, как идти, потому что сахар, он реально много весит. Так. Набор инструментов 5 килограмм весит. Не понесу его с собой. Одну ножовку я, наверное, скину. Также можно скинуть, наверное, ломик. Или нет, ломика я, наверное, 2 с собой возьму. Потому что он всего 2 килограмма весит. Вот лопата уже, да, лопату можно и как бы скинуть. Одну. Она уже, потому что весит 2,5, а не 2 килограмма. Ломик просто очень часто нужно где-то ломиком что-то взламывать. Поэтому я на всякий случай его возьму. Можно скинуть бензопилу, чтобы еще освободить место. Но я хочу быстро добывать, если что, дерево. Не топором. Тем более, что топор очень быстро ломается от добывания дерева. Поэтому, наверное, пилу я с собой возьму. Ну и, в принципе, все остальное у меня имеется. И как бы... Я готов к вылазке, так сказать. Поехали. Двинем за бензином в Бийск. Первым делом. Если там ничего не будет, пойдем ниже Бийска. Так, зайдем сначала сюда. Посмотрим, может быть, здесь есть бензыч. Да, он здесь имеется. Ну, скорее всего. Нет, тут дизель. Ясно. И мне надо бы еще полутать этот, знаете... Как он называется-то? Изоленту найти. У меня с изолентой все плохо. А, я здесь уже был. Я здесь все обыскал. Здесь, скорее всего, нет никакой изоленты. Ну, ладно, окей. Сейчас добудем немного древесины. У меня бензина нет. Зачем я взял с собой бензопилу без бензина? Я гений, конечно, в этом плане. Ну, ладно. Я бы ее скинул, но уже как бы не охота. Я уже как бы ее могу забыть, где она. Я могу, конечно, маркером пометить, когда буду возвращаться назад. Так, выживание. Бензопилу скидываем. Надо ее тогда маркером каким-нибудь пометить. Череп. И пусть будет красный. А, нога затекла. Неудобно сел. Так. Окей. И плюс получается дофига веса. Плюс 7% или что-то вроде того. Так, теперь давай сюда обратно. Я хотел бы добыть дров. Ну, давай топором. Все, я хочу спать. Надо только поесть перед сном. Давайте мы закинемся вот этой штучкой. И ляжем поспать. До 4.30, как обычно. Как я обычно просыпаюсь. Еще рядом с биском лежит старая бензопила. Хотя, блин, мне все равно забирать будет нужно. Так, в биске я уже все обыскал, да? Как я понимаю. По бензину. Походу, да. Можно штурмануть бандитов попробовать. Но не факт, что выйдет. Но мы можем реально залутать бензин у них из гаражей. У меня к тому же нечем чинить свою броню. Из минусов. У меня есть РПК. Можно попробовать. И если не получится, то не получится. Мне просто кажется, здесь уже будут серьезные противники. Так, тяжелая. Давай сюда РПК. Легкая. Поехали. Кхм-кхм-кхм. Поехали. Так. Мне, в принципе, меня нравится моя позиция. Здесь чувак с винтовкой есть. Неплохо. Я, наверное, даже вот здесь посижу пока. А мой маленький засранец спрячется где-нибудь за ящиком. Ай, твою мать! Ладно. Я могу как-то жахнуть по бочке сейчас. Блин, этот чувак вроде бы он стреляет. А нет, он не стреляет. Окей. Сюда. И теперь я могу, по сути... А я не могу жахнуть по бочке. Мне чувак закрывает обзор. Твою мать! А, я могу по этой жахнуть. Нормальная тема. Из пистолета даже могу жахнуть. В принципе. Чтобы одну очко действия всего потратить. Давайте так и сделаем. Бум-бум, мазафака. Да, самый умный. Что-то им немного сняло здоровье моя эта штука. Так, теперь из РПКшки мы вдавим в гашетку. И расстреляем вот этого парня. На! Тебе такое нравится? Да? Так, я его не убил. Отстой. Еще и промазал. Давай еще раз. Блин, надо было сэкономить очки действия. Зачем я это так сделал? Блин, у них капец какой урон. Да, да, да. Блин, у этого чувака вот этого... У него, подождите, у него тысяча брони. Не-не-не-не-не-не, спасибо. Я пойду, пожалуй. Как говорится, понял, принял. Ну, окей. Собственно, тогда я рванул. Блин, что-то темно сегодня. Вроде бы ясно, но, блин, капец как темно. То есть вообще капец, капец темно как. Так. Ну, в Горноалтайске и в Алтайском я точно не был. Там я точно смогу надыбать бензина. Это прям не обсуждается даже. А чем чинится вот эта фигня? Да, вроде бы клеем можно чинить, окей. Но в Бийске нет бензина от слова совсем. На удивление. Вроде тут какие-то машины стоят, которые я вроде бы не долутал. А нет, это... Хотя нет, есть и правда машины, которые я не долутал. Мне все равно идти через этот город, поэтому давайте зайдем, посмотрим, может что-то есть. Ну да, ясно, почему я не долутал здесь дизель, потому что... Так, как в Алтайск будет проще проехать? Горноалтайск мне нужен. Здесь мост есть. Окей. Блин, я не помню, был ли я в Горноалтайске. Ладно, давайте сходим, посмотрим. Так, выезжай на дорогу, пожалуйста. Изоленты чё бы найти, на самом деле, по-хорошему. Я понимаю, что мог Бийске его поискать, но... Мне сейчас невыгодно это делать. Так, посмотрим, чё здесь. Кастрюля есть, ржавая. Водичка есть. Посылочка есть. Давайте посмотрим, чё в посылке. Ну, нитки пойдёт для починки нашей брони. Так, чё есть у парнишки? Мусор всякий, не особо интересно. И топор есть, отлично. Возьмём топор, потому что нам пригодится ещё добывать всякую шнягу. Еду я тоже возьму. Нам потребуется дерево просто добывать. Это разрушенный дом. Зря я сюда зашёл. Вот это вроде целые. Блин, капец, изоленты нигде нету. Вообще нигде. Так, ладно, этот город пустой, но вот в Горно-Алтайске уже должно что-то быть. Я думаю... Нападение на нас совершено. Ясно, мне это не преодолеть никак. Хотя я могу... Нет, сбежать не получится. Канава мешает. Ну окей. Большой перезапуск. Ну да, вообще конченые бандиты, которых фиг пробьёшь. Нападение в лесу кабана. Ну это фигня вообще беспонтовая. Я просто сбегу от него и не буду париться вообще на этот счёт. Конец хода. Собачку тоже отведу подальше на всякий случай. Надеюсь, гриб не взорвётся на следующий ход. Ну твою мать, патрон потратил. Ну ладно. Всё, валим отсюда. Изи-бризи. И теперь на нас не будут нападать некоторое время. Давайте сюда поближе подойдём. Добудем немножко дров. Но этот, кстати... Как его? Давайте пожрать себе приготовим на завтра. Нет, сделаем моё любимое блюдо. И просто поспим. Надо ещё подремонтировать свой этот байк. А чем он вообще чинится? Мне просто интересно. Маслом, запчастями и... О, так он даже не требует этот... И клей. Это хорошо. Так, ну всё, спим до 4.30 где-нибудь. В этом городе, я уверен, мы сможем найти достаточное количество бензина. Ну не достаточное, но некоторое количество, скажем так. Немножко попьём водички. Да, и здесь мы не лутались ещё. Давайте сюда сначала. За бензычем. Блин, мало бензина, конечно. Патроны для ТТ, я не знаю, нужны мне или нет. Ага. Здесь ещё есть этот... Нет, я не буду, наверное, взламывать. Мне тут особо ничего не надо. Я вот думаю, взламывать или мне сейф с оружием. Но я думаю, что не стоит. Я в основном за бензином приехал. Тут АЗС, кстати, есть. Мне кажется, надо просто как можно больше бензина залутаться и уйти отсюда. Нет, здесь, к сожалению, дизель. О, на АЗС можно будет намутить что-нибудь. О, тут дофига бензина. Отлично. То, что нужно. Топливо сейчас сливается мгновенно. За секунду буквально. Это классно. Так. Дальше ещё вот вижу тачки стоят. Не знаю, в школе вряд ли есть что-то подобное. Но тут есть книжка. Книжку я бы взял. Книжку мы заберём. Ещё в школе, может быть, велосипед находится. Так. Здесь есть ещё велик и есть, собственно, тачка. Велик мы разбираем на запчасти для нашего байка. Ну, для нашей мототележки. Сливаем топляк. Да, сейчас топливо мгновенно сливается. Это удобно сделано. Запчастей, я думаю, мне для байка хватит. Пока я новый брать не буду. У меня их, в принципе, достаточно. У меня же их достаточно. Да, у меня 14 штук. Более чем. Так. Так, ещё немножко бензина. Забираем. Сливаем топляк. Забираем ещё. Так. Нападение очередное. Два бандита... Один бандит и две собаки. Вообще ни о чём. Легко свалёт них. Даже не пришлось патрон тратить для того, чтобы отстреляться. Зашибись. Вообще клёво. Продолжаем. Так, на заправке у нас... Ой, фото настройки у нас бандиты. Так, здесь ничего интересного. Здесь есть бензин. Мало, конечно, но пойдёт. Так. Я вот думаю, разобрать мне эти штуки, взять с собой или не брать. Ну, проволока у меня есть. И как бы провода мне не особо... Ну, хотя... Я, наверное, всё-таки возьму с собой эти запчасти. Паёк есть? Зашибись. Ничего интересного. На плацу только трупы. Я понимаю, мне нужны калаши, но... Давайте обыщем всё-таки, я не знаю. Может, ломик даже с собой взять, я вот думаю. Так, я хочу жрать. У меня есть, в принципе, макароны. Водичкой их запьём. Ну, патроны хотя бы нашёл у чувака. В казармах у нас ничего нету интересного. Здесь у нас есть, в принципе, патроны. Это можно и залутать. Граната. Отлично. Вообще топово. Пригодится. Открываем ящик. Смотрим, что внутри. Калаш был. Нормально. Возьмём его с собой. В штабе есть книга. Надо обязательно её забрать. Давай, взламывай. Книгу забираем. Это мы обыскиваем. Ещё один калаш. Так, компоненты. Я бы хотел разобрать вот этот калаш, а эту фигню выкинуть. Снаряжение. Два калаша есть целых причём. Вообще топово. Нашёл целый калаш. Но еда мне не особо нужна. Так, здесь у нас ещё бензин есть. Заберём. Здесь дизель был. Где-то ещё здесь есть что-нибудь? Есть оружейный магазин ещё. Я бы его на самом деле залутал. Три обычных волка, но это вообще не серьёзно, как бы. Конец хода. Ну твою мать. Там капкан. Бедный волк. Окей. Хорошо, что капкан действует всего на один ход. Завершить. Завершить. Гильзу свою мы заберём. Так, здесь мне делать нечего. Я шёл в вооружейный магазин. Винтовка есть. Давай, раскапывай, чё. Гильзы, патроны для винтаря. Господи, почему в вооружейном магазине всегда такой шлаг? Разобрать. Сюда, 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 сюда. Есть ещё где-нибудь бензин здесь? Сколько вообще у меня литров? Я думаю, литров 20 я надыбал. Может быть, даже 30. 45! Ни хрена себе. Ну всё. В принципе, можно возвращаться. Я, наверное, вернусь только через вот эти вот города. То есть, мы пойдём сейчас с вами в этот город зайдём. Может быть, чё там бензина залутаем. Так, надо покормить своего волка. У меня, в принципе, тушёнки навалом. Поэтому ничего страшного. Да, здесь чё-то есть. Так, сливаем топляк, забираем топляк, обыскиваем трупецкий, забираем всякую шляпу. О, здесь чё-то интересное. Ну как интересное. Противогаз. Блин, я бы хотел, конечно, такой противогаз себе найти. Он выглядит мощно. Нет, здесь мне лутать особо неинтересно чё-то. О, здесь машина есть. Блин, ни хрена не видно. Так темно, что как у чёртов задница. Давайте немного дров. Я разожгу костерок и посплю. Так, я хочу поспать. Поспим, собственно, ну до шести. Он хочет поспать до шести, пусть поспит до шести. Работал всё-таки два дня подряд. Все дела. Так, готово. Я бы хотел себе приготовить ещё поесть нормальной еды. Вот такой вот. Обязательно обыскиваем, собственно, типа гаражи. Ибо здесь у нас есть... Так, ну давай эту штуку возьмём. Водку тоже. Так, трупа обыскиваем. Кстати, почему мгновенно сейчас обыскиваются машины? Они же никогда мгновенно не обыскивались. Так, здесь я уже всё залутал. Ничего интересного. Блин, ни одного кусочка изоленты не могу найти. Может быть здесь есть? Нифига. Ладно, окей. Ещё мы сделаем небольшой крюк и выйдем к бейску опять же. Ещё в Алтайское сходим. Да, подожди. Как наша тележка поживает? Ну, надо подремонтировать будет. Нападение. Окей. Четыре бандита. Я с ними явно не справлюсь. Надо перезапустить. По сути, надо бы поддохнуть, но... Бандиты есть. Так, в охотничьем магазине можно надыбать тоже всякую шляпу. Ну, сто процентов меня сейчас нападут. Да. Так, но есть один бандит с каким-то мусором. Окей, до свидания. Конец схода. Бедная собачка. Побег. Из этого люка просто вылазит монстр. Он не убивает. Мне там кто-то писал когда-то, что типа, оттуда вылазит монстр, который убивает тебя с одного удара. Нет, он не вылазит. То есть, как бы, монстр вылазит, да, но он не убивает тебя с одного удара. Скажем так. Тут есть АЗС, кстати. Отлично. Еще дофига бензыча на наш счет. Так, сливаем топляк, забираем 5,9 литра. Здесь у нас тоже имеется еще, получается, топливо. Блин, прикольно, что сейчас топливо сливается мгновенно. Раньше требовалось время для того, чтобы... Для таких вот действий сейчас они мгновенно производятся. Ну, совершаются. Селитра, труп, тележка. Ничего интересного. О, изолента. Обязательно возьмем. Пять штук, неплохо. Это просто канава? Да, это вроде просто канава, там нету машины. Я бы хотел пожрать, на самом деле. И вообще, кофею сварить себе. Попить кофе. Поесть макарон. И можно еще сутки не спать. Спокойно вообще. Блин, я бы на самом деле, пока ночь, починил бы себе байк. Свой. Все равно, пока ночь, у меня в два раза дольше лутинг происходит. Поэтому можно просто подремонтировать себе вещи. Не особо запариваясь на этот счет. И как раз к пяти утра где-то мы доедем до города. Даже позже. О, здесь я явно найду дофига топлика. Это хорошо. Еще 4 литра. Еще полтора. Так, в школу бы я зашел за книжкой, на самом деле. Давай ломиком ломай. Возможно, даже если бензин сейчас не влезет, придется скидывать что-то еще. Так, дизель. Еще бензин. Сливаем, забираем. И еще бензин. Еще 3 литра. Нормалек. Так, и еще вот здесь надо задыбать бензина. Так, здесь будем обыскивать? Ну, такое себе. Я лучше вот здесь вот солью просто бензин, чей уже выдвинусь дальше. Слить, слить, забрать. Так, теперь мне надо от чего-то избавиться. Можно просто воды попить. У меня... Нет, мне не хватит. А если я сделаю вот так? Тоже не хватает. Да что ж ты будешь делать? Так, компоненты. Винтовки, автоматы. Это мне пригодится. Чего бы мне избавиться? Чтобы сдвинуться с места. Так, компоненты. Вот так вот сделаем. В гаражах есть еще бензин. И на меня напала опять гигантская армия бандитов. Могу ли я уйти как-то вообще беспроблемно? У него с СВД. СВД ходит он на 2. То есть он по-любому в меня попадет. Нет, тут надо перезагружать. Не хочу тратить прочность на своего костюма, ибо кожи высушенной у меня нету пока что больше. Мне нужен этот литр бензина. Давай, пили. Они 100% нападут сейчас во время... Да. Опять же, то же самое армия, блин. Только другое расположение немного. Так, этот чувак что он делает вообще? Шанс уклонения. Блин, тут чувак с гранатой. Он на 3, по-моему, ходит, если я не ошибаюсь. Это чувак с гранатой. Да. Так что, блин, опять придется перезапускать. Да что ж ты будешь делать? Можно я просто заберу свой бензин и пойду дальше искать? А, я уже успел распилить. Отлично. Так, сливаем топляк. Ну, наконец-то хотя бы кабаны. Да, я от них смогу легко сбежать. Отлично. Изи. Так, теперь сюда, пожалуй. Белый бензин. И надо от чего-то еще избавиться. Может быть, лом старый выкинуть? Нафиг он мне нужен. И поехали в Бийск. Блин, бензопилу бы еще, конечно, по пути захватить как-нибудь. Может, что-то выкинуть, там, еду какую-нибудь или типа того. Так, я бы переночевал где-нибудь здесь. Блин, я установился на берегу. Хотя, какой здесь, блин, нафиг берег может быть на самом деле? Надо меньше, конечно, добывать дерева. Я не делаю-ка этот, как его... А просто поспим. Книги можно было почитать, на самом деле. Чтобы избавиться, опять же, от лишнего веса. А давайте мы займемся... Сегодня мы займемся как раз тем, что будем читать книги. Хочу просто с собой бензопилу тянуть. Но она, по-моему, весит целую тонну. Она, как бы, весит не столько же, сколько три книги. Этот день мы посвятим с вами чтению. Сразу минус три книги. Она то ли 20 килограмм весит, то ли что-то типа того. Так, все, я, в принципе, хочу спать. Так, 91, 80. Можно тележку еще починить, тоже избавимся от лишнего лута. Я бы просто поспал, на самом деле, до 4.30. Блин, а костер-то прогорит, надо было подкинуть дров, что-то я протупил. Надеюсь, меня ничего не сожрут. Да, повезло. Так, дальше. Я бы хотел еще развести костер. Похавать себе просто сделать. Последнее, так сказать. Потом доедим. Пока водички просто попьем. Так, и выдвинулись, короче, дальше. Да, блин, какая вода? Я нифига не вижу, блин. Тут эта надпись, и она мешает, и заслоняется. Куда-то уткнулся, мой герой. Ты издеваешься, что ли? Так, поехали наверх. Уйти. Она же 20 кило весит, да? А нет, 12. Ну тогда есть шанс ее унести с собой, надо только от чего-то избавиться. Если просто было бы 20, это было бы вообще прям неподъемная ноша для меня. Конечно. Так, что я могу, по сути, скинуть? Давайте пока запчасти для велика скинем. Большую часть. Оставим себе только 3 штучки. Да, они, кстати, дофига весят. Так, и надо еще посмотреть, что у нас получается. Куда ехать-то? По-моему, прямо. По-моему, вот в этом лагере у меня все вещи находятся. Да ты задолбал уже постоянно. Хотя, может, штурмануть их? Да не, нафиг надо. Пока не необходимо. Вечерком доедем до своего склада. Так, подобрать все, пожалуйста. И надеюсь, собственно, машину использовать. Блин, у меня все равно перегрузится. Твою мать. Ладно. Надо от чего-то сейчас избавляться, видимо. Что у меня такое, может быть, прям неприятное для меня? Ну, калаш мне нужен, по сути. Компоненты. Сломанные калаши я просто переделаю потом в нормальные калаши. Выживание. Блин, а что мне такого тяжелого-то с собой вообще? Еды можно, по сути, скинуть немного. То есть, там 30 этой, 30 этой, допустим. Нормально все будет. Поедим. И поедем дальше. Жаба душит, на самом деле. Вот так вот. Окей. Еды мне, в принципе, столько не надо, поэтому пофигу. Так, дальше. Теперь мы уже начинаем двигаться с вами куда-либо, потому что у нас 83 литра бензина. Надо только поспать. Но с таким, с таким количеством бензина мы уже куда-то сможем доехать. Это как бы уже радует. Так. Выживание. У меня есть книги, кстати? Нет, книг у меня с собой не имеется. Ладно, тогда просто поспим. Так, подожди, надо проверить, все ли у меня в качестве. А, я знаю, что можно еще поделать. Я бы хотел высушить кожу. У меня кожа закончилась сухая. Мне нужен дубительная вот эта вот смесь. Она делается из крапивы. Крапивы у меня нету. Ее можно, в принципе, в лесу найти. Господи, какой ты тормоз, а все-таки. Дальность перемещения два сектора. Конец хода. Блин, он же меня укусит. Вот ты тварь. Ну, так или иначе, я свалил. Но немножко меня покусали, конечно. Это неприятно. Наконец-то я нашел крапиву. Правда, я полностью устал. И уже, по сути, два ночи. Да, давай поспим. Сколько можем, столько поспим. Я думаю, по пути скрафчу что-нибудь. Нам нужно пока выбрать путь следования. Куда мы пойдем и как мы пойдем. Я предлагаю в Кемерово забуриться. И пойти куда-нибудь наверх. Нам нужно в Мирный двигать. Не знаю, в Красноярске у нас есть квест какой-нибудь в Красноярске? Да не то. Тюмень. Лиле надо будет тоже фотоальбом вернуть. Но это прям противоположная часть карты. Это Киев какой-то там или типа того. Так, питомца мы сейчас покормим тушеночкой. Еще тратить время на то, чтобы кормить питомца. Так. Я могу часть дубильного раствора прям сейчас зафигачить. Где он у нас вообще? Мне бы еще, конечно, немножко крапивы поискать. Хотя бы один пучок еще найти. Да что ж такое-то? Че? Почему именно самого нужного никогда не попадается? До свидания. Нифига себе, он ходит быстро, конечно, эти кабаны. Так, до свидули. Добыча. Не-не-не, какая добыча? Подожди, искать дальше. Мох. Да где долбанная крапива? Вот все находит, кроме крапивы. Я офигеваю с него. Так, опять нападение. Медведь на этот раз, окей. Конец, конец. Да куда ты стреляешь-то? Побег. Блин, трачу только дофига времени на это, на все. Пить хочу. Поспать. Надо просто и реально сделать себе сразу дубильный раствор и кожи. Сейчас. На всякий случай. Пригодится. Так, добыча искать. Далее, 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 далее. Ну, чувак, ну че так сложно найти крапиву, блин? Наконец-то, господи. Не прошло и 10 лет. Во, нормальное количество крапивы. Так, вернемся назад. И я бы хотел теперь сделать дубильный раствор. Где он у нас? Вот он у нас. Давай три штуки сразу. Так, как там у нас костер поживает? Шесть часов. Давай еще добавим тогда этой штуки. Все равно мы пойдем с вами дальше только завтра. Еще бы я хотел... Кожу сделать, да. Кожа у меня с собой есть, так что все нормально. Блин, воды нету. Тогда давай пока пять. Потом воды найдем, дальше сделаем побольше. Все, есть с чем ремонтировать нашу бронь. Еще бы изоленты найти. Так, теперь, собственно, еда. Еда, еда, еда. Сюда, сюда, сюда. Готовим. Сразу захаваем. Водичкой зашлифуем. И, собственно, утро вечера мудренее. Изи. И поехали в Кемерово, что я могу сказать. Будем двигать куда-то туда. Так, через город, сюда. Так, у меня противогаз сломался, но новый надел. Молодец. А вот, кстати, по противогазам. Мне разряженный нафиг не нужен. Я могу, конечно, двое противогазов заряжать, чтобы... Хотя, на самом деле, это план такой. То есть, если мы сейчас заменим фильтр, то он просто оденет потом противогаз с полным фильтром автоматически. Приходится, конечно, искать на один противогаз больше, но так гораздо удобнее, мне кажется. Так. Я, случайно, не туда ли... Нет, не свернул ни туда, скажем так. Это та база, с которой мы убежали, кстати. Ну, я не буду туда заходить. Нафиг надо. Бензин у нас имеется. Вот здесь у нас, кстати, лагерь бандитов, как я понимаю. Большой какой-то. Можно его попробовать раскреначить. Ну, я чё-то думаю, ничего из этого толкового не выйдет. Попробовать, конечно, можно по приколу, но я не думаю, что чё-то из этого выйдет. Да и зачем мне? Мне сейчас не надо. Мне бензин есть, и мне, в принципе, смысла даже в этом нету. Даже если я их победю, ну и чё с того, как бы. Промышленное. Кстати, название неплохое, но надо обходить, я не хочу туда заходить. Вполне возможно, просто что на этой... в этом месте можно чё-то действительно редкое найти. Так. И мы потратили всего 20 литров, чтобы до сюда добраться, в принципе. Здесь у нас большой, достаточно крупный городок. Здесь наверняка можно найти и бензина, и кучу ресурсов. Бандитов штормовать, я думаю, мы не будем. Нафиг надо. Я вижу оружейный магазин сверху, склады, бензина много, школа, домики, которые надо будет изучить тоже на предмет изоленты. Ну чё, давайте потихоньку изучать. У нас, в принципе, новый, полный, незалутанный городок остался. Вот это вот университет, по-моему, да? Или какой-то завод, я не знаю. Так, ну, я не буду собирать прям всё, что мне нафиг не надо. Буду собирать только нужные вещи. Вот, допустим, книжка. Вполне может пригодиться. Так, что к папе. Здесь у нас машинки вроде должны быть. Да, да, да. Отлично. Давай, ломиком. Мне бы, кстати, могут ещё пригодиться эти, знаете, как они называются. О, здесь патроны можно, кстати, накрафтить. Но у меня есть патроны, у меня их дофига достаточно. Я не знаю, стоит ли заниматься этим вообще. Можно, конечно. Типа разобрать сейчас монтажные патроны, которых у меня очень мало, кстати, осталось. Ну, чисто, знаете, так по мелочи патрон накрафтить. Буквально парочку штук. Так, где они вообще? Ага, мне нужны только это, источник огня. Ну, сейчас посмотрим что-нибудь здесь. В домике, может быть, мебель какая-то есть. Да, имеется. Но, блин, тут завал, ну твою мать. Неужели нельзя было как-то попроще это сделать? Нападение. Смертельный уровень угрозы. А, меня не беспокоит особо эта армия. Я вот поставлю собаку, пусть палят собаку. Как бы все равно. Он если и выстрелит, то в собаку. Да, блин, ну твою мать, ну как ты... Господи, у него там такая неудобная, конечно, это. Он как-то сквозь все меня выстрелил. Ну окей. Насрать, ладно, пофигу вообще. Так, я хотел здесь, собственно, забрать дерево. И организовать здесь небольшой себе костерок. Так, материалы, компоненты, точнее, выкидываем эту шляпу. Разжигаем костер. Ну и сделаем 8 патронов, что я могу сказать. 8 автоматных патронов. Готово. Так, уже ночь. Уже ночь. И я, наверное, вот здесь вот разобью лагерь. Добудем сразу побольше дров, так как мы здесь останемся с вами. Хотя, возможно, я буду в других местах лагеря еще делать. Наверное. Поэтому давайте добудем не так много дров, а лишь часть. Разжечь. Сюда. Не, он еще не хочет спать. Но сейчас захочет. Так, вот эту штуку надо выкинуть. Нафига я с собой ношу? Так, и мне нужно разжечь сейчас. Точнее, нужно кое-что сделать. Выживание. Книжку почитаем. Чтобы мой перс захотел спать все-таки. Блин, правда, тогда он проснется не в 4.30. Хотя я могу сам сделать принудительно его разбудить раньше. То есть, да, он меньше восстановит энергии, но тем не менее. Надеюсь, у него не разовьется какая-нибудь бессонница из-за этого. Так, лечить, покормить сюда. Все, полностью сыт, полностью здоров. Все хорошо, все классно. И, собственно, как-то так. Так, еще бы я хотел, на самом деле, что-то приготовить. Пожрать. Это самый выгодный вариант по готовке, мне кажется. Ну, как-то так. И, знаете, давайте мы пока что нас с вами закончим. Потому что у меня уже заряд заканчивается. В принципе, следующая наша задача это дойти до города Мирный. Я хочу вот в город Мирный. Говорят, там есть какая-то тачка, типа, которая не тратит бензин или что-то типа того. И там квест какой-то на нее есть. Поэтому я бы туда двинул. Может быть, еще в Красноярск зайдем по пути. Хотя не помню, был ли я в Красноярске. Я вот это не помню. То есть, если я там не был, то было бы интересно тоже посетить этот город. Как раз он по пути. Иркутск, ну, как-то внизу находится. Не знаю, поеду я туда или нет. Но мы будем двигать куда-то вот сюда. В принципе, это гораздо ближе, чем, допустим, в тот же возвращаться Киев, да? Кстати, а почему там Киев, нахуй? Он-то всегда там находился? Окей. Я профан в географии. А, тут же не только это. Тут же это, как он называется-то. Харьков, Киев. То есть, это украинские города, да? Так я понимаю. Или тут карта по-другому как-то повернута. Фиг его знает. Ладно, не важно. Собственно, на этом я буду заканчивать. Большое спасибо за просмотр. А с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч. И мы еще увидимся. Пока-пока. Продолжение следует...